Первая книга про Липоменон, глава девятая Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззакония свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных и из сынов Вениаминовых и из сынов Ефремовых и Монассийных. Уфай — сын Амиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Ванья и сыновей Фареса, сына Иудина, и сыновей Шилона, Осайя, первенец и сыновья его, и сыновей Зары и Еуил и братья их 690. Из сыновей Вениаминовых — Саулу, сын Мешуллама, сын Гадавии, сын Гассенуи, и Ивния, сын Иерохама, и Эла, сын Узия, сына Михреева, и Мешуллам, сын Шефати, сына Регуила, сына Ивнии, и братья их парадамых 956. Все сии мужи были главы родов в поколениях своих. А из священников и Едаия, и Ариф, и Ахин, и Азария, сын Хелкии, сын Мешуллама, сын Садока, сын Мирайофа, сын Ахитуба, начальствующий в Доме Божьем, и Адаия, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии, и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мешуллама, сын Мешиллемифа, сын Имера, и братья их главы родов своих 1760. Люди отличные в деле служения в Доме Божьем. А из львитов — Шамайя, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии и сыновей Мерарьных, и Вакбакар, Хереш, Галал и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа, и Авадия, сын Шамайи, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Асы, сын Елканы, живший в селениях Нетофавских. А привратники Шалум, Акуб, Талмон и Ахиман и братья их, Шалум был главным. И до ныне сии привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов львийных. Шалум, сын Коре, сын Евиасафа, сын Корея, и братья его из рода его, Кореяне, по делу служения своего были стражами у порогов Скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень. Финьес, сын Елеазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мешалемии, был привратником у дверей Скинии собрания. Всех их выбранных в привратнике к порогам было двести двенадцать. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил Прозорливец за верность их. И они, и сыновья их были на страже у ворот дома Господня при доме Скинии. На четырех сторонах находились привратники, на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на семь дней. Сие четыре начальника привратников, левиты, были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и к сокровищам дома Божия. Вокруг дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери. Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности – мука лучшая, и вино, и елей, и ладан, и благовоние. А из сыновей священнических некоторые составляли миро из веществ благовонных. Маттафии из левитов, он первенец Селума Корьянина, вверено было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их и сынов Каафовых поручено было заготовление хлеба в предложение, чтобы представлять их на каждую субботу. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколений левитских, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гаваоне Тян и Еил, имя жены его Мааха, и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахео, Захария и Миклов. Миклов родил Шемиама, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Иоаннафана, Мелхисуя, Авенодава и Ешбаала. Сын Иоаннафана, Мерибал, Мерибал родил Миху, сыновья Михи, Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. Ахаз родил Иоэру, Иоэра родил Алемефа, Азмавефа и Замврия, Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею, Рифаия, сын его, Елиаса, сын его, Ацелл, сын его. У Ацелла шесть сыновей, и вот имена их. Азрикам, Бохру, Исмаил, Шаария, Авадия и Ханан. Это сыновья Ацелла.